И вот первые дни это больше Банк машина не работала, мы не могли получать никакие деньги Это ощущается как апокалипс Я живу в центре части Украины Моя город названа Винница Мы жили в Мариуполе Ну, только в Мариуполе В Украине я работала тренером У меня уже стаж работы 6 лет Да, мы с мужем очень любили путешествовать Мы только начинали эту жизнь туристическую Я работал, у меня был свой бизнес по производству древесного угля Так что мой день начинался, что я уезжал на работу Да, мы были дома и в 5 утра, точно не помню время, мне позвонил брат жены То началась война, все Это не так сильно верилось нам, что будет очень все серьезно Так как в 2014 году, когда наш город отобьют И Мариуполь будет и останется, Мариуполь останется Украиной Ну, наверное, в первые дни войны мы занимались своими делами И последняя точка в течение недели, это выключили газ Когда атака началась, я был довольно конфликнут Я не знал, что я хотел, или оставил, или двигался Потому что я не знал, что ситуация, как происходит В первую неделю, несколько первых дней мы вообще не выходили из дома Мы были полностью отрезаны от мира Мы не знали, что происходит за пределами Мариуполя Да, и вот мы вместе с его женой сидели дома И я была беременна уже на шестом месяце На самом деле, беременность, она меня сдерживала То есть, не давала выплеснуть все свои эмоции То есть, я максимально старалась После двух дней, когда Украина была атака Моя мама хотела проверить тикеты Или бас-тикеты Некоторые люди просто сказали моей маме, что У нас есть тикеты для Могули в Падеусе И это очень близко к Молдове Я не знал, что моя мама просто быстро И она просто купила этот тикет Я не знал, что она вернулась Она вернулся к нашему апартаменту Она сказала мне, что Илья, у нас есть 40 минут Она просто купила все И просто купила все И просто купила к нам И просто купила на бас И много бас-трибер Они купили много людей Большая очень группа людей Выезжала, потому что в те дни Не было связи Но как-то через друг друга распространялась информация Во-вторых, мы остались без ничего То есть муж потерял свой успешный бизнес Поэтому Америка нам показалась Страной возможностей Изначально мы планировали ехать в Украину Но мы не знали, что только лишь в Мариуполе Мы думали, что только лишь в Мариуполе идет Мы не готовы были подвергать себя снова опасности Нашего будущего ребенка опасности Поэтому первый путь, куда мы могли добраться Это было и у каждого по чемодану Их было на самом деле очень много Когда начали выезжать из Мариуполя Первая проблема – это риск Потому что мы выезжали на свой страх и риск И вот в случае, когда мы только Я только садилась за руль из своей машины В этот момент летела ракета И я слышала, что она летит в нашем направлении Мне пришлось выбежать с машины И просто лечь на пол Она взорвалась, но это было не возле меня Там, где мы готовили кушать, где стояла машина Взорвалась ракета, сгорели машины Убила нашего соседа Через час в нашем дворе взорвалась ракета От того, как буду выезжать Либо я останусь здесь И это то же самое произойдет Вы знаете, когда вы не знаете что И что случилось быстро И что случилось И вы просто не думаете Что происходит И что делать Я слушаю маму Потому что я знаю Она хочет сделать что-то правильно Я просто удивлялся И все время Я просто робот И делал то, что мамы сказали мне Мы нашли Пурифест 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 На самом деле У нас было проще В плане, что я была беременна И, видимо, они снисходительны к нам Мы в пути были 4 дня до Грузии Да, нас приняли там добрые люди То есть организация волонтеров Не осознавали еще, что у нас все потеряно Как только мы ступили ногой в Америку Мы На самом деле Мы здесь выдохнули То есть как только Right now In Los Altos I start doing again wrestling For me it's really important To present my country As a wrestler As students And as like Person Just right here I come back to studying Because I missed Six months Without any studying Нас принял очень хороший человек Да, этот человек принял нас к себе домой В свою семью Он организовал сбору вещей для нас Для нашего будущего ребенка На самом деле Я не ожидала, что вообще Есть в мире такие люди С таким большим сердцем Нам было очень приятно это внимание Мы будем помнить это добро всю жизнь И ценное для меня осталось то, что я взяла с собой Это мой фотоальбом В который я собирала фотографии Да, я с собой еще взяла свою свадебную фату То есть я ни о чем не сожалею Что я оставила Ценной оказалась Это моя жизнь И жизнь моего Моих близких Да, этот первый год дался нам нелегко И многие говорят, что на адаптацию нужно три года И мы очень верим и надеемся, что за три года нас получится полноценно стать на ноги и чувствовать себя уверенно Уверена Музыка 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 Продолжение следует...